Дальневосточная столица впервые провела масштабный фестиваль детства и юношества «Я, мы, тигр». Мероприятие приурочили к началу учебного года, 7-му Восточному экономическому форуму и 2-му Международному форуму по сохранению тигра. В фестивале приняло участие около 37 тысяч человек. Хорошего мероприятия много, что можно узнать для детей. Походили, посмотрели, сколько у нас школ. На самом деле даже не думала, что столько много. Для себя что-то подчеркнули. Площадки фестиваля расположились на центральной площади возле музея Арсеньева на Корабельной набережной и в Адмиральском сквере. Для детей и взрослых приготовили концерты, развлечения, мастер-классы, спортивные состязания. Решила прогуляться по городу и попала на такой чудесный праздник. Я прям очень-очень рада. Мне город нравится. Все нравится, замечательно. Праздник начался с красочного тигриного забега на Корабельной набережной, в котором приняли участие более 2000 детей. Открыл забег и поздравил школьников с началом нового учебного года глава Владивостока Константин Шестаков. Десять! Девять! Девять! Восемь! Семь! Шесть! Четыре! Три! Два! Один! Начали! А воскресным вечером завершился большой праздник награждением юных владивостокцев, которые завоевали призовые места на прошедших спортивных играх «Дети Азии». Дмитрий Лагерев за третье место в соревнованиях по борьбе «Бураж» за 36 килограмм тренеры «Инка» Мыскина и Наталья Фалеева. После чествования победителей на центральную площадь Дальневосточной столицы вышла известная российская певица Клава Кока. Несмотря на ливень, который обрушился на город вечером, жители и гости Владивостока пели вместе с хеллайнером праздника. Фестиваль «Я мой тигр» завершился красочным фейверком. Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.